Здравствуйте дорогие друзья! Компания Samsung за прошлый год выпустила две модели смарт-часов, причем одной по сути линейки. Это Galaxy Watch Active и Active 2, ну скажем так облегченные версии. А вот потомственного преемника гирсов мы так и не увидели. Последние часы с механическим бизелем вышли аж в 2018 году. Galaxy Watch, просто без всяких там каких-либо приставок. И вот спустя два года на презентации Galaxy Unpacked, которая прошла в начале августа, нам представили Galaxy Watch 3. Вот о них в этом обзоре мы и поговорим. Причем как на примере большой 45 мм версии, так и на примере компактной 41 мм версии. Не говорю что женская, потому что там есть и мужской стальной цвет. Самое печальное в том, что изменений по факту не так уж и много. Они есть, они неплохие, но те же обзоры Galaxy Watch Active 2, их программного обеспечения, либо же наш отдельный видеоролик о том, как взаимодействуют часы Galaxy Watch с iPhone, до сих пор являются актуальными. Так что обязательно проходите и смотрите. А в этом видео мы собственно сосредоточимся на изменениях. Так что будет интересно, устраивайтесь подобнее. Самое интересное в том, что на официальном сайте продаются все актуальные модели последних лет. Это и Galaxy Watch 2018 года с механическим безелем и более бюджетные модели Active и Active 2 2019 года и новая линейка Galaxy Watch 3, о которой мы поговорим в этом видео. Первое изменение, которое вы заметите, это немножечко уменьшившиеся габариты корпуса. Были на 42 и 46 мм, стали на 41 и 45 мм. Но такой сильной свободы выбора к сожалению нет, ввиду того, что не все цветовые решения доступны в тех или иных размерах. Вот в этом плане компания Samsung меня регулярно разочаровывает. Ну вот смотрите. 45 мм большую версию можно купить либо в таком классном черном цвете, либо с серебристыми вставками. А компактную версию на 41 мм можно купить либо в очень классном бронзовом цвете, либо опять же в серебристом цвете. То есть не все часы полностью черные. А вот черной модели на 41 мм нет, ровно как и бронзовые на 45 мм тоже, к сожалению нет. И вот это решение компании Samsung мне непонятно. Ведь та же Apple, например, выпускает и компактные и большие модели абсолютно во всех одинаковых цветах. И это здорово. И это правильно. Не нужно ограничивать людей в цветовых и в вопросах габаритов. Все модели часов выполнены из нержавеющей стали и это здорово, потому что за базовые цены компании Apple предлагают только алюминий, за сталь нужно доплачивать, а в будущем компания Samsung представить Galaxy Watch 3 в более премиальном титановом корпусе. Правда неизвестно будет ли он распространяться на постсоветском пространстве. И первое с чего хотелось бы начать это с дизайна. Изменился он незначительно, но сами по себе часы стали больше похожи на свои классические, механические, исторические аналоги. И в первую очередь ввиду того, что кнопки опять же больше похожи на классику и механику. И смотря на Galaxy Watch 3 я могу сказать, что это больше часы, нежели гаджет, как те же Apple Watch. И многим это нравится. В принципе классная затея, идея и реализация. Куда важнее стали габариты. Часы стали компактнее практически по всем фронтам. И что самое главное по толщине. Потому что на худых костлявых руках таких как у меня даже 41 мм версия модель 2018 года смотрелась толстовато. И вот толщина реально решает здорово, что они сделали ее немножечко меньше. При этом диагональ дисплея компактной версии осталась прежней 1.2 дюйма, а вот в большой версии она увеличилась с 1.3 до 1.4 дюймов. Разрешение матрицы она точно такая же как в модели 2018 года осталось прежним 360 на 360 точек. И это классно ввиду того, что сторонним разработчикам не придется адаптировать свой софт заново. А что касается снизившегося PPI на большей модели, потому что разрешение осталось прежним, а диагональ увеличилась, никаких проблем с этим нет. Воспринимается все это дело хорошо и плотность пикселей на дюйм достаточно. То есть матрица составляет самые приятные впечатления. Она яркая, имеет функцию автояркости, опять извините за стафтологию. И в принципе у меня к ней никаких претензий нет. Отличная матрица и есть функция Always on Display. Второе важное изменение по корпусу, здесь больше нет пластиковых элементов. Раньше тыльная вся крышка была выполнена из пластика и это дико дешевило. Часы сейчас здесь неживенько и разумеется там где датчик, там уже стекло. И безель. Безель теперь тоже не пластиковый, а металлический и это тоже очень классно. Отдельного внимания заслуживает бронзовая версия. Теперь она не яркая, ляпистая, хромированная золотая, а это натуральная бронза. То есть в смысле это очень классный, привлекательный цвет и моя жена когда тестировала эти часы просто от него пищала. Хотелось бы теперь еще посмотреть на бронзовый Samsung Galaxy Note 20. Надеюсь он тоже скоро у нас будет на обзоре. В остальном по корпусу все осталось прежним. Здесь есть отверстия под динамик и микрофон. Динамик достаточно громкий, через микрофон можно отвечать и совершать собственно вызовы. И причем даже на iOS необходимо только создать второе Bluetooth сопряжение. Здесь используются быстросъемные ремешки на 20-22 мм, причем в базе теперь идет кожаный ремешок с хорошей пропиткой внутренней части, от чего влага отталкивается и этот ремешок действительно прослужит дольше, а купить резиновый не составит труда. Ну для тех людей кто много занимается спортом. Защитное стекло и сама матрица утоплены ниже плоскости безеля. Это здорово, что создает дополнительную защиту для этого важного элемента в часах. Про Apple Watch я вообще молчу. Если к ним приложиться, то минимум скол как было у меня, либо глубокие царапины, либо часы разбиваются просто в хлам. А ремонт, ну тут вы уже сами понимаете, дорогое удовольствие. Имеется влагозащита по стандарту IP68, то есть в них можно и нужно плавать в бассейне, погружаться глубоко не рекомендуя, они для этого не предназначены. Ну и все также такой же топорный моторчик, хотя его бы уже можно было и заменить, потому что Vibro оставляет желать лучшего. По железу тоже есть улучшения. Во-первых, количество встроенной памяти, отдаваемой под пользовательские нужды, увеличилось с 4 до 8 гигабайт. И это здорово, тратить его будете не на установку сторонних приложений, а не весить немного, а на закачку музыкальной композиции для прослушивания без телефона. То есть, например, на пробежке используя беспроводную гарнитуру. Во-вторых, Bluetooth теперь пятого поколения, а не 4.2. Дальнобойность его увеличилась, но, к сожалению, разрывы с iPhone как были, так и остались, вне зависимости от того, насколько далеко находится ваш смартфон. Даже бывает такое, что смартфон лежит рядом с часами, но происходит дисконнект, о чем вам часы сообщают. Wi-Fi во всем этом деле не участвует и, как в случае с Apple Watch, он не помогает и не передает всю ту информацию, которую нужно передавать при отсутствии Bluetooth соединения, к сожалению. NFC теперь не имеет поддержки технологии MST, то есть, это поддержка старых карт с магнитной лентой. Ну, я думаю, эта тема уже отходит на второй план, это не столько актуально. Платить по-прежнему можно только через Samsung Pay, даже Google Pay недоступен, а количество банков, которые сотрудничают именно с технологией оплаты Samsung Pay, ну, реально ограничено. То есть, перед покупкой обязательно посмотреть. Ну и сам процесс оплаты все такой же топорный и неудобный, то есть, нужно подержать кнопку, ввести пин-код, потом выбрать свою единственную карту, как у меня, и только потом оплатить. То есть, это долго и не совсем удобно. Вообще, имеется версия Galaxy Watch с поддержкой eSIM, например, в США за нее необходимо доплатить 50 долларов, но у нас она продаваться не будет, ввиду того, что у нас нет официальной поддержки eSIM именно на смарт-часах. На смартфонах и планшетах – пожалуйста, но, к сожалению, на часах, вот где реально нужна eSIM, ее не будет. То есть, избавиться от смартфона полностью, ну или там на большое количество процентов, увы, не получится. И на пробежке у вас не будет ни звонков, ни интернета, ни уведомлений. Ждем, что сказать. Процессор здесь установлен новый, Exynon 9110 на 1.15 ГГц. Он стал немножечко производительнее, чем предыдущее решение компании. Количество оперативной памяти выросло на 256 МБ, но в целом могу сказать, что как предыдущие, так и эти часы из новой линейки работают отлично. Они плавные, они имеют очень классную анимацию и они довольно производительные. Несмотря на это, иногда, очень редко случаются некоторые лаги, затыкивания, но это происходит действительно редко. Например, когда вы меняете циферблаты. Точно такая же проблема есть и на Apple Watch. Все-таки анимация здесь сложная и это наверняка одни из самых красивых часов, которые есть вообще на рынке по плавности работы операционной системы, по вариантам кастомизации, ровно как и те же Apple Watch. Galaxy Watch 3 научились автоматически фиксировать падение человека, то есть когда происходит такое происшествие и у вас есть действительно реальные проблемы, часы должны отправить команду на смартфон, чтобы он позвонил указанному номеру, то есть доверенному лицу. Apple Watch у меня такая функция есть, она активирована, даже пару раз срабатывала. Один раз, правда, когда я просто ляснул рукой по столу. Что касается связки Galaxy Watch 3 и iPhone, эта функция, к сожалению, не работает. В фирменном приложении даже нет такого пункта меню, где можно указать доверенный номер. Так что только для пользователя Android. К сожалению, уменьшение габаритов корпуса не прошло бесследно. Уменьшена емкость аккумулятора и это печально. В большой, 45-мм версии емкость аккумулятора уменьшилась примерно на 30%, если быть более точным, то на 27%, а компактная 41-мм версия уменьшилась примерно на 8-9%. Это печально. По автономной работе. Со всеми активированными функциями и с функцией Always On Display 45-мм версия работает максимум полтора дня. Это при одной часовой тренировке с использованием функции GPS. Если отключить Always On Display, но при этом пульс будет постоянно мериться, уведомления приходить, эти часы, 45-мм версия, могут максимум прослужить 3 дня. А затем, извольте, положить на зарядку. Причем я использовал функцию отслеживания сна. То есть используем все возможные функции, которые предоставляет производитель. Мы же не просто так платим такие большие деньги. Нужно юзать все по максимуму. Что касается 41-мм версии, то есть компактной, они работают со всеми активированными функциями и с Always On Display максимум один день, а с отключенным Always On Display максимум два дня. К сожалению, компания Samsung догнала в этом плане, то есть в плане автономности компанию Apple. Apple Watch работают одни сутки, это максимум. Если вы еще включаете функцию трекинга сна полтора дня от компании Samsung, это не слишком большая уж и разница. Нужно стремиться к лучшему, к большему времени автономной работы. Конечно, Huawei GT это не вариант ввиду того, что, да, времени автономной работы там много, но и количество функций там значительно меньше. Ну и нет самых главных типа ответить на уведомление голосом или там позвонить через часы. Это очень важные вещи, я считаю. Ну и в комплекте идет магнитная зарядка, практически та же самая таблетка, что использовалась и в предыдущих поколениях. Заряжает она не быстро, около двух часов и при этом сам по себе магнит очень слабенький. До сих пор. То есть если ваши часики висят, у меня такое часто бывает, я прот вообще не разворачиваю, то часы могут попросту упасть. Так что будьте осторожны. Львиная доля функций любых смарт-часов, разумеется, относится к спорту. Те самые функции, которые были в предыдущих поколениях, работают либо так же, либо даже немножечко лучше. Например, определение начала тренировки, причем сразу же записываются результаты, они предлагаются как в Apple Watch. Начать запись вашей прогулки или нет? Хочется отключить эту функцию, постоянно надоедает. Пульс определяется достаточно точно, с минимальными погрешностями. С Apple Watch так вообще разница, там супер минимальная. Главное потуже затянуть ремешок. Теперь есть возможность определять количество насыщенности крови кислородом, то есть показатель VO2max. Эта функция уже работает. Единственное, что нужно сидеть, прям вот не шевелиться и ну там минимум 30 секунд точно вы посидите. А еще несколько раз они вам предложат заново запустить измерения. Анонсированные функции определения артериального давления и электрокардиограммы пока не работают, обещают в будущих обновлениях. Сейчас у меня установлена здесь операционка Tizen 5.5 с оболочкой One UI Watch 2.0. Но тут есть маленький нюанс. Минздрав той страны, в которой вы проживаете, должен выписать заключение о том, что эти часы не являются медоборудованием. И только тогда сама компания Samsung сделает специальный апдейт именно для вашего региона и эти самые функции начнут работать. К слову, Apple Watch уже 2 года имеет электрокардиограмму, но она до сих пор не работает на постсоветском пространстве. Увы, будем надеяться, что компания Samsung быстро реализует эту возможность и в грядущих обновлениях все заработает. Тогда будет здорово. А вот отсутствующие электрокардиограммы и тех костырей, которые предлагаются на просторах интернета в Apple Watch, меня все вообще это дело раздражает, бесит и как-то так. С другой стороны, когда у меня была возможность измерять электрокардиограмму на Apple Watch 4 поколения и сейчас какой-то баг у меня был и на пятом тоже измеряется, вот я и пользуюсь ну максимум раз в пару месяцев. То есть функция не первой необходимости и важности. Что касается программного обеспечения, то эти часы не имеют никаких преимуществ по сравнению с актуальной линейкой Galaxy Watch, которая продается на официальном сайте. Имеется глубокая кастомизация циферблатов, теперь можно изменять стрелочки, фон, изменять виджеты и это очень здорово. Появился новый погодный циферблат, выглядит некрасиво, очень классная анимация, но к сожалению он не очень функциональный и ну побаловался и все. А также появился быстрый выбор циферблатов, то есть когда вы быстро прокручиваете безель, при выборе того или иного циферблата они отображаются в таком компактном виде и можно видеть всю картину в целом. Еще каких-то дополнительных и интересных изменений в оболочке я к сожалению не заметил. Все в принципе как и было раньше функционально, так и осталось. Как были некоторые нюансы по круглому дисплею, так и они и остались. Все-таки квадратные дисплеи они лучше отображают информацию. Квадратный дисплей это все-таки про гаджеты, а не про часы. И нет никаких компромиссов как в Galaxy Watch. Хотя те же самые Galaxy Watch имеют физическую клавиатуру, вот в Apple Watch нужно что-то рисовать и это не очень удобно. А в русском регионе вообще ничего нельзя делать, увы. Какие выводы мы можем сделать из этого видеоролика? Во-первых, все актуальные модели предыдущих поколений, это Galaxy Watch 2018 года, Galaxy Watch Active 1 и 2 поколения, они до сих пор актуальны. И если они вас устраивают, то слазить с них нет абсолютно никакого смысла. Galaxy Watch 3 стали лучше, дороже, но к сожалению они стали менее автономными. Увы, в следующем поколении стоит поработать над этим вопросом. Ну а то как-то не комильфо. Было 3 дня стабильной автономной работы, а осталось полтора на большой версии. Мне вот прямо от этого грустно. Ну и в целом по-прежнему считаю Galaxy Watch одними из лучших смарт-часов под Android девайсы. Понятное дело, что конкурировать на поле техники Apple с Apple Watch очень сложно, хотя с другой стороны покупать их приемлемо, ввиду того, что многие функции, например возможности отвечать на входящие вызовы работают. Правда вот на уведомлении уже нельзя. В общем обязательно ознакомьтесь с нашими видеороликами по поводу того, как Galaxy Watch работает с iPhone, там осталось много полезной информации. Также посмотрите обзоры предыдущих поколений часов и вы сможете неплохо сэкономить. Ну а если вы вообще впервые попали вот в эту тему и захотели себе новые часы, то Galaxy Watch 3 станут отличной покупкой для вас. На этом все в комментариях, я жду ваше мнение по поводу новинки от компании Samsung, будет интересно почитать. До скорых встреч, с вами был Вадим Ищенко на YouTube канале PROTEC, увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok